Альгамбра Где-то здесь, в горах Сьерра-Невада, 2 января 1492 года, стоял Боабдиль, последний мавританский правитель Альгамбры, которого испанские королева Изабелла Кастильская и король Фердинанд Арагонский изгнали из южно-андалузских гор и в последний раз смотрел на гранаду. Он прослезился при мысли о том, что ему придется променять пышное, красочное великолепие Красного замка Альгамбры на засушливые пустыни Северной Африки. Возможно, именно здесь, у ворот справедливости, он должен был сдать ключи от Альгамбры католическим королям Испании. Почти как прощальный привет, выглядит вырезанная в камне рука, как символ Альгамбры, которая на протяжении 250 лет давала защиту правителям из рода насридов. С тех пор в нише над воротами стоит святая Дева Мария, окруженная удивительно красивыми разноцветными изразцами Азулехос. С уходом султана Абу-Абдиля закончился почти 800-летний период правления арабов в Испании. Насриды оставили после себя журчащие фонтаны и цветущие сады. Чистая вода была для живущих в Андалусе арабов самым большим сокровищем. Напротив Альгамбры расположена летняя резиденция насридов, генералифе. Слушать журчание воды в фонтанах и каналах считалось наивысшим счастьем. Основатель династии, построивший Альгамбру в начале 13 века, сделал воду главным элементом султанского дворца. С той поры Альгамбру украшают геометрические узоры из каналов. Красный замок, крепость, дворец и город, представляющий собой настоящий лабиринт из башен, двориков и залов, связанных друг с другом проходами, арками и галереями. «Входи и не бойся просить о справедливости, ты получишь ее». Эта надпись находится в кварто-дорадо, золотой комнате. Позолоченный потолок из кедра служил достойным обрамлением для заседаний юридической администрации султана или эмира, которые проводились здесь. Каждый понедельник и четверг судьи заседали в Михуаре, зале правосудия. Там они разрешали споры, наказывали воров и штрафовали мошенников. Южная стена фасада похожа на учебник по истории искусств, в котором художники увековечили высокое декоративное искусство ислама. Это и надписи к уфической вязью, и растительные орнаменты, и фризы с геометрическими фигурами. Мастера черпали вдохновение в растительном мире. Подтверждением тому служат круглые гипсовые арабески с изречениями из Корана. До конца XIII века каждый орнамент создавался вручную. Позже мастера стали применять шаблоны. Каллиграфия – единственная форма искусства, разрешенная Кораном. Среди арабесок скрываются написанные арабской вязью стихи и послания. И повсюду повторяется надпись «Нет победителя, кроме Аллаха». Девиз Насридов. В то время фасад был выкрашен яркой краской. Рельефы были покрыты золотой фольгой, а бронзовые двери блестели, как золото. А над ними начертаны такие слова. «Этому фонтану нет равных». Всевышний Аллах захотел, чтобы излучал Он чудесное сияние. Сверкающие, как бриллианты, падают в чашу серебряные слезы, разлетаются брызгами из водяных струй. Особенностью арабского искусства является использование воды как декоративного средства для органичного дополнения кирпича и мрамора. Архитекторы придумывали такие конструкции фонтанов, чтобы струя не била вверх и не нарушала спокойствие водной глади. Чтобы достичь этого эффекта, скорость воды в чаше фонтана замедлялась. Узкий жёлоб ограничивал поток, и вода медленно и спокойно струилась в бассейн. В миртовом дворике султан принимал знатных гостей. В центре двора находится бассейн, в котором отражаются тонкие, кажущиеся хрупкими колонны. Миртовый дворик в полной мере отражает сущность архитектуры насридов, их тесную связь с природой. Двор окружает постройки, за окнами которых легко можно представить государственных служащих. Отсюда осуществлялось управление маленькой империей. Повышались налоги, выпускались законы, регулировавшие работу ирригационной системы. В зале послов султан встречался с политиками и дипломатами из других государств. Если бы стены умели говорить, они могли бы рассказать нам об успехах арабской дипломатии или о том, как политические знания и умения превращались в интриги и вероломные убийства. Возможно, они бы рассказали о переезде в Альгамбру католических монархов, о конце реконкисты, о завоевании Андалусии христианами. А над залом возвышается купольный потолок из кедрового дерева, слоновой кости и перламутра, символизирующий семь небес ислама. Соколь зала Соколь зала украшен изразцами. Арабская мозаика – это игра с геометрией. А если вглядеться в узоры, то взору открывается абстрактный мир – искусство линии, оси и симметрии. Комнаты отдыха, где гости встречались после бани, отличаются богатым убранством. Такие бани, как в Альгамбре, были обязательным элементом исламской культуры. Когда-то все стены Альгамбры были такими же красочными. Изящные колонны и фризы были расцвечены самыми яркими красками. Львиный дворик считается шедевром арабской архитектуры. Стены арабески когда-то сверкали по золотой, киноварью, лазурью и зеленью. Во времена Насридов 124 мраморные колонны были покрыты золотом. Золото для колонн принес в дар один из суданских послов. Этот дворик назван так потому, что в его центре расположен фонтан с 12 львами. Вода стекает в четыре узких канала, расположенные в форме креста, которые проходят под аркадами и соединяются с соседними помещениями. Эти четыре реки – символ рая, ибо что есть этот дворик и окружающий его дворец, если не рай на земле? На чаше фонтана написано следующие строки. Вода льется с небес, вырывается из недр земли или струится из неиссякаемого источника милости халифа. Смотри, как, склоняясь перед его могуществом, в благоговейном страхе лежат застывшие в камне дикие львы. К львиному дворику примыкает зал двух сестер. Купол потолка украшен тончайшей паутиной из четырех тысяч сталактитов. Надписи на стенах зала повествуют об обряде обрезания, который когда-то проводился здесь. На верхнем ярусе стояли жены султана и пели ритуальные песни. Сталактитами украшен также зал Абен-Серагов. Здесь Буабдиль, последний султан Гранады, чтобы защитить свою власть, жестоко убил наследников этого древнего рода. До сих пор ходит легенда, что кровь, пролившаяся тогда, регулярно окрашивает красным дно маленького фонтана посреди зала. В зале королей устраивались всевозможные пиры и празднества. Здесь можно представить себе султана с приближенными во время приема. На котором певцы и поэты демонстрировали свои таланты. Здесь они отдыхали на диванах, пили чай, вели споры и разговоры о философии, политике и толковании Корана. На протяжении 800 лет знания и традиции мавританцев формировали жизнь в Испании, обогащали культуру Западной и Центральной Европы. Арабам мы обязаны распространением идей и философии греков и римлян, а также развитием математики, астрономии и медицины. Творчество арабских поэтов вдохновило Трубадуров во Франции и Менезингеров в Германии. В 1492 году закончилось восьмивековое правление мавров. Над башнями Альгамбры был поднят испанский флаг. Реконкиста добилась цели, христиане отвоевали Андалусию. Испания стала испанской от Гибралтара до Пиреней. Режиссер Вольфрам Гизе, оператор Пит Кох. Фильм озвучен фирмой «СВ Дубль» по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...